Играют Московский банк И банк ВТБ ВТБ сегодня 2 матча было 0-1 поражение от Мосэнергосбыт 4-5 поражения от Датнефти У Московского банка поражение одно Но зато с каким счетом 0-7 проиграли Мосэнергосбыт То есть сегодня дела не ладятся и у тех и у других Зато сейчас есть шанс все исправить Первое попадание в каркас ворот После атаки Московского банка У ВТБ вернулся на поле без рукавников Отбывал одноматчевую дисквалификацию За красную карточку, которую получил В игре против Мосэнергосбыт Так что у ВТБ сейчас Максимальный состав По этому сезону Все, кто должен играть Все сейчас на поле или на скамейке У Московского банка особо никогда не наблюдалось проблем С наличием игроков в составе Великолепная четверка и вратарь Сейчас основной боевой состав у них На скамейке 4 игрока и тренер Который сейчас может подсказывать Душкин Тут, наверное, первая ошибка Душкина Можно назвать, конечно, ошибкой Еще что Сработал для своей команды Против своей команды Несколько фолов Поэтому В игре с Датнефтью В итоге был назначен Густометровый штрафной Который Мельников реализовал И этот гол стал решающим Но все равно Душкин действует Надежно Обычного А вот сейчас хорошую передачу Сообразил на Кордовушевского Юшкин Юшкин Ох, какой момент Удивительно, что излогтился игрок Пробить саму последнюю секунду Если кто-нибудь бежал Вместе с ним То Дать бы все-таки занялся С линией варки Продолжение следует... Скотский банк, снова игра идет до первой ошибки. Два мяча на поле, лишний сейчас надо выбить. 3 в 2, контратака Мосбанк, какая серьезная ошибка. Инференция «Премьер», а столько неточностей. Душкин прошел половину поля, но забить не смог. Снова падает мяч в каркас. Тушкин. Душевского пытаются корпусом оттеснить. Снова никого нету на противоположном фланге. Опять атака 3 в 2. Московский банк. Надо забивать такие. Сейчас продолжается момент. Душевский банк. Душевский банк. Душевский банк. Душевский банк. Так, фолл с первым. Желтую карточку все-таки получил Юшкин. Юшкин показывает всем не торопиться, но вот и к самому приходится мяч. Тайм-аут. Нужно время всем подоку. Диктапончик, диктапон. Меньше двух минут до конца первого тайма. Тренер Московского банка категорически недоволен подопечными, поэтому брал тайм-аут. Почти никак не комментировал игру. Но это такое молчание, которое значило намного больше, чем любые произнесенные, возможно, слава. Диктап из Северного парадайзера. – На земле Toby Fewer «74» – Диктапончик, диктапончик! Родон Шевский нарушил правила. Игра установлена Все, Горноушевский на вложенное расстояние отодвинут И свисток Дан Можно разыгрывать Удар прямо по центру летел мяч Уходим на перерыв Второй тайм Московский банк и банк ВДБМ Пока счет у нас 0-0 Сбежим, Горноушевский банк Сбежим, Горноушевский банк Второй тайм Паркай 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 Сбежим, Горноушевский банк Юшкин Право на угловой получает Московский банк Разобрана команда Конечно, после обидного крупного поражения от Мосэнергосбыта Большие надежды возлагались на тот матч Ни одна из них не оправдалась Курноушевский скорость набрал Хорошо Арбитр показывает холл Будет угловой Чисто был подкат Вот сейчас интересный момент Когда судьи посовещались Зеленцов, который на ближнем к нам фланге находился Показал, что должен быть угловой Что не было штрафов Вчера, кстати, интересное событие в мире футбола состоялось Были в официальном аккаунте FIFA, если не ошибаюсь Опубликованы переговоры судейской бригады Во время El Clásico Если конкретно То тот момент, когда Варан нарушил правила против Суареса И опубликованы переговоры Сновного арбитра, второго арбитра И арбитров Вар В общем, кому интересно, можете послушать Очень такой наглядный, показательный момент Который дает полное представление о том Как вся эта сложная система функционирует Кто за что отвечает Как происходит коммуникация Очень интересно, обязательно посмотрите КОТОПИВАЦИИ В КОТОПИВАЮЩИИ В ГРУСТИ Все больше становится столкновений, падений. Работы у судей прибавляется. Пернаушевский. С мяч в руки забрал и сразу начинает атаку. Продолжение следует. Растет напряжение и цена каждой ошибки. С этим напряжением игроки не справляются. И ошибки случаются все чаще. Поэтому очень ломанный ритм игры мы наблюдаем в последние минуты. Пока нельзя сказать, что команда наиграли на гол. Юшкин. Конечно, активнее действуют игроки Московского банка. Просто подлиннее у них скамейка. Поэтому сейчас будут забирать концовку. Просто за счет физики. За счет скоростей, свежести. К тому же Сбер на одну игру меньше сыграл по сравнению с ВДБ. Душкин. Душкин. Йок. Дайм-аут берет РТБ. Еще дети. Итак, 2 минуты. Остается до финального свистка. Последняя минута будет чистая. Во всем времени еще целый вагон. Гордулшевский пробил штангу. Какой уже раз! Третий, наверное, когда штангу спасает. Сейчас момент был самый опасный. Фанов. ВДБ решил снова отправить вратаря в поле. Пустые. Будет сейчас удар. Нарушение правил. Перевод правильный по задумке. Временную исполнение. Подводил. Данов. Основаш. Корноушевского без нарушения правил оттесняют. Слишком долго мяч в игру вводили. Желтая карточка Корноушевского. Мяч отбросил. Неспортивно себя повел. Временную. 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 Энергию. Еще останется два матча в запасе. Но это другой вопрос. Сможет ли там Меридиан набрать очки? И удар. Гол! За 2 секунды до финального свистка, даже меньше, забивает московский банк, разбивает мечты банка. Но это предпоследний тур, здесь должны быть такие игры. Здесь уже слишком высокие ставки. Все, финальный свисток 1-0. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА